Мухачкалем в Дагестане проходил выездное заседание Совета при Президенте, на котором обсуждались проблемы экстремизма и терроризма, участие гражданского общества в разрешении этих проблем. На самом деле, тема сама по себе, и вопрос поставлен теме правильный, что удалось выяснить в ходе нашей поездки. Во-первых, поступила масса заявлений о нарушении законных прав граждан Российской Федерации. Были заявления о несанкционированных беззаконных убийствах, которые принимаются как якобы метод борьбы с террором и экстремизмом стороны сотрудников правоохранительных органов спецслужб. Были заявления о том, что даже информация о трупах, которые якобы террористов, она продается. Поднимались вопросы, связанные с преследованием различных религиозных групп. Что мы оттуда вынесли? Мы вынесли оттуда одно, что большинство граждан, которые, кстати, собрались где-то порядка двух с половиной тысяч на стихийный митинг, ну, я думаю, что не такой стихийный был, конечно, был подготовлен, они заявляют следующее. Те, кто у нас принято говорить, там, вородачами их называют, лакобитами их называют, да, в такой бытовой схеме. А на самом деле это люди, которые исповедуют ислам. Из этих заявлений мы поняли, что люди говорят, да, если вы поймали человека с оружием, или человек ушел в лес, его нужно ловить, но его нужно судить. Судебный процесс должен быть открытым. Должен работать закон. Потому что виничное государство превращается в бандитов. И то же самое государство порождает беспределом, нарушением прав, и оно порождает новых людей, которые уходят в лес. Кому-то это выгодно. Скорее всего, это выгодно, да, потому что, если есть война, востребованы спецслужбы. На самом деле, опыт Советского Союза показывает, что уже в 1947 году было принято решение о том, что с людьми, силовые акции по борьбе, например, с теми же самыми лесными братьями, да, они сворачивались и переходили в систему договоренности, которая вела уже партийно-хозяйственный аппарат в то время. И возлагались эти функции. На сегодняшний момент, на сегодняшний момент, когда люди говорят, что они готовы к диалогу, нужен диалог. Мы готовим поручения с Михаилом Чайловичем Федотом, с Советом, поручения и обращения в МВД проверить деятельность так называемых штыходелов, подразделения в борьбе с астремизмом, готовить обращения и в Генеральную прокуратуру. Нам нужно понять, поскольку первичная информация, она на месте была как бы проверена и нашла свое подтверждение, но мы хотим провести официальную проверку в том, в том числе и аттестационных мероприятиях, которые происходят. Мы хотим разобраться, если такие факты выпьющие есть, и они являются системными, то для того, чтобы сохранить и, наоборот, подвести к миру, к мирному процессу в Дагестане, нужно наказывать тех людей, которые от имени государства, а, кстати, эти люди позиционируют себя, что они подочиняются только президенту, и от имени президента плодят беззаконие, творят беззаконие. Вот это основной, наверное, этап, основной вывод. И очень важно, что мы начали диалог с теми людьми, которые позиционируются как экстремисты. Я, во всяком случае, и мои коллеги ничего экстремального, экстремистского в их выступлениях не услышал. Они говорят, что они хотят, чтобы был закон, они хотят, чтобы они имели право исполнять свои религиозные обряды, нормальные, законные требования. И вот на основании этих требований они готовы к диалогу, они говорят спокойно, они говорили о своих трагедиях, о пропавших детях, изувеченных детях, которые в результате пыток изувечены. Как ни странно, кстати, когда они выступали, когда мы говорили мы, мы не услышали неких протестов со стороны, представители, то же самое, генеральный прокуратур, Следственного комитета. Но никто не сказал, что это не так. Но самое поразительное, что меня поразило со стороны официальных органов, у нас согласно закону, указов президента, за террористическую борьбу, координацию борьбы с терроризмом, отвечает Федеральная служба безопасности. Вот представителей Федеральной службы безопасности, там не было бы, Алексея, МВД, прокуратура, Следственный комитет. Им неинтересно говорить гражданским обществом, хотя эта функция профилактики крайне важная. Даже когда советник президента лично приглашал их участвовать в мероприятиях. Вот это и есть отношение, вот это и есть иллюстрация всего, что происходит.